Бывали ли когда-нибудь в Москве? Задумывались ли вы, сколько там живет по-настоящему у коренных москвичей? Я думаю, каждый из нас пытался определить по лицу проходящего мимо его человека, откуда он приехал в Москву. Довольно большое количество людей переезжают в другие города в поисках лучшей жизни. Особенно же это касается России, где разница в уровне жизни между административными центрами и маленькими провинциальными городками просто огромна. Ярким примером того, насколько сильна миграция в России, является наша столица. В московской генерации живет практически 25 миллионов человек. Это почти пятая часть всего населения нашей огромной и самой большой в мире страны. Если посмотреть на административные центры республик и областей, там примерно такая же ситуация. Люди бегут в столице своих республик в попытках найти свое счастье. Но некоторые люди идут дальше и переезжают в другие страны. В этом случае причины, побудившие человека к переезду, могут немножко отличаться. В Европе происходит примерно схожая ситуация, хотя и гораздо в меньших масштабах. Люди переезжают в другие страны Европейского Союза для работы или учебы. Но благо в Европейском Союзе граница открыта для трудовых мигрантов и люди могут спокойно переезжать в другие страны без каких-либо проблем. Что же именно побуждает людей переезжать из своего родного города? Как именно они переезжают? Какие изменения испытывает человек после переезда? И в целом, как же нам все-таки относиться к этому? Постараемся разобраться в этом. Для этого я поговорил со своими друзьями, которые в какой-то момент своей жизни уехали из своего родного города. Некоторые из них любезно согласились помочь мне, дав небольшое интервью. Так почему же люди уезжают из своих родных городов в другие города? Обычно причины довольно прозаичны. Они просто не могут найти себя в своем родном городе и уезжают в другие города в поисках больших возможностей. То мой родной город и не город вовсе, а маленький провинциальный поселок посреди заснеженного леса. И, соответственно, все очень грустно с перспективами здесь. Не для моего уровня интересов. Мне бы здесь нечем было бы заниматься. И это на самом деле очень грустно, что люди не находят себя в родном городе, а ищут возможности для развития, для какой-то лучшей и большей жизни где-то в других городах. Проблема с трудоустройством и недостатком качества высшего образования заставляет людей либо смириться с этим, либо уезжать вообще в другие города для поисков новых возможностей. Я совершенно не знала, как мне получить какую-то даже более-менее интересную мне специальность, потому что таких специальностей в наших вузах не было в Липецких. В Липецке большие проблемы с трудоустройством. Это даже не обсуждается. Ну, то есть, понятная работа имеют только те, кто является родственником главы компании. В России это ощущается особенно остро, когда люди вынуждены либо уезжать на вахту на север за большими деньгами, либо вообще уезжать в крупные города России и насовсем. Однако, по-видимому этого, существует огромный спектр других причин, по которым люди уезжают жить в другие города. Обычно люди хотят либо жить самостоятельно, переезжая в другие места и обрывая контакт со всеми людьми, с которыми они были знакомы, либо им просто нравится переезжать и жить постоянно в новых для себя местах, либо же мне нравится климат, в котором они жили. Так как же именно люди уезжают в другие города? Обычно они либо находят работу, либо они поступают в университет. Но, конечно же, поступление в университет – это основная причина, по которой люди переезжают в другие города. После окончания школы я поехал в соседний, ближайший большой город учиться в университете, а затем логично, что я остался там дальше и стал искать работу. В России благодаря ЕГЭ стало намного проще поступить в университет в другом городе, потому что им просто не нужно сдавать вступительные экзамены в другом городе. И в то же время рынок труда стал намного более мобильным и доступным. И для этого достаточно просто зайти на тот же Headhunter и найти работу в другом городе и переехать. В отличие от того, как люди искали работу раньше, 20 лет назад и так далее. Так как же именно изменяется жизнь тех, кто все-таки решил переехать из своего родного города в другой город? В основном люди довольны и отмечают большое количество плюсов. Это и большинство возможностей, которые им открылись после переезда. Это и знакомство с большим количеством интересных для них людей. Это и участие в огромном количестве новых событий и каких-то ивентов, которые они посещают и заряжаются положительными эмоциями. Это лучший уровень жизни, само собой. Ну, выразительно качаться. Я переехал из практически полусельской среды, где все много грустнее. С инфраструктурой, с развлечениями, магазинами, возможно, к тем доступным. Буквально со всем. Город дал мне массу новых впечатлений, знакомства. Каждый день я знакомлюсь с разными людьми, с десятками людей. И он мне дал новые впечатления, потрясающую природу и потрясающий климат. Больше интересных людей. Все-таки в маленьком поселке ты варишься в одном сплошном людском сиропе. Не знаю, как это назвать. Однако некоторые люди отмечают изменения, которые довольно субъективны и не всегда подаются объективной оценке. Например, близость города к красивой природе, хорошее расположение этого города и возможность путешествовать по близлежащим странам и городам. И особо уникальная атмосфера города, которая позволяет наслаждаться этим городом каждый день. Я живу в капитале Саксонии, в Северной Германии, в Дрейссоне. Таким образом, у нас есть много событий, и также географически это хорошо, потому что это очень близко к Лепциг, это еще одна большая страна в Саксонии. И также к чекской борьбе, и природа тоже очень близко. Таким образом, мы можем поехать в Саксишечную Швейц, в немецком. Таким образом, это очень близко, мне нравится здесь, и это круто. Однако не все так гладко, как может показаться, иначе бы уже, например, вся наша Россия переехала бы в Москву и оставила свои родные города, превращаться в города-призраки. Большие города также очень сильно утомляют людей, заставляя их постоянно передвигаться от дома до работы, перемещаясь на большие расстояния. Что очень сильно утомляет и заставляет проводить людей большую часть своей жизни именно в дороге. Расстояние иногда действительно меня нервирует, то есть, чтобы попасть куда-то, нужно проехать довольно много. Я научилась использовать это время, но все равно иногда хочется оказаться где-то очень быстро, что было, естественно, возможно в моем родном городе, который был сравнительно небольшим. Большинство людей считают свой город красивым и по-родному привлекательным, несмотря ни на что. Хочется сказать, что наш город, он достаточно красив, он хорош, много хороших, позитивных и разных людей. Ну и, конечно, тот факт, что в твоем родном городе остается твоя семья и твои бывшие коллеги и друзья заставляют тебя скучать по этому городу и постоянно возвращаться туда. Это разрыв в некоторых социальных связей, то есть, я стал меньше видеться с родителями, которые остались в моем родном городе. Это, люблю своих родителей, это для меня было тяжело. И, конечно же, я помню моих друзей и моей семьи, потому что, конечно же, я всегда был хорошие отношения с моими друзьями из моего родного города и все равно есть. Сколько по родному городу, мне кажется, присутствует у всех людей, кто когда-либо уехал из своего родного города. И это основная причина, по которой люди остаются и не переезжают в другие города, даже если это сулит им больше возможностей и больше денег, например. Чувствуется, что вот весь тот социальный опыт какой-никакой был, пока я жил и рос в всем поселке, он мне тут никак не помогал. В этом плане, конечно, было тяжело. Место проживания можно поменять всегда, но поменять свой родной город, в котором ты родился и вырос, невозможно. Он такой один на всю жизнь. В целом, такая миграция хороша для общества, потому что люди, находясь в условиях, которые для них комфортны, работают и учатся намного эффективнее, если бы они остались, например, в своем родном городе. Однако, такая миграция хороша только в том случае, если она взаимная. Например, тысячи человек переехало из Краснодара в Липецк и тысячи же переехало из Липецка в Краснодар. Но, к сожалению, мы знаем, что в России это не так. В Европе же миграции более-менее обоюдные, и когда люди задаются вопросом, куда же все-таки переехать, их выбор не ограничен двумя-тремя городами. Потому что в любом городе в Европе можно жить и работать комфортно и спокойно, не чувствуя себя ущемленным и находясь полностью своей тарелки. К сожалению, люди, уезжая, оставляют свои родные города и не развивают их, и не приносят какую-то пользу. И вообще изначально все талантливые и медициозные люди с самого начала планируют уехать из своих городов в ту же Москву или в Санкт-Петербург. И в итоге в таких городах просто не остается людей, которые могли бы изменить этот город к лучшему и исправить все эти проблемы, которые в них есть. Я хотела переехать, потому что мне надоело то, что людям вокруг все равно, кого бы я не встретила, им ничего не было нужно, они не хотели как-то меняться и улучшать пространство своей жизни. Они не хотели вообще делать что-то со своей жизнью. Те, кто хотели, они всегда уезжали, а те, кто остались, им было действительно безразлично вообще все. Можно обвинять таких людей, которые уехали, в том, что они перестали развивать свой город и оставили его на откуп в судьбе. Но на самом деле причина-то кроется в другом. Это неэффективные управленцы городов, районов, республик, областей. Именно они создают такие неблагоприятные условия, которые просто толкают людей уехать из таких городов. Принимайте правильные решения на городских и региональных уровнях, делая города и населенные пункты намного более удобными и благоприятными для жизни людей. И принимайте эффективные решения на национальном уровне, дав наконец регионам свободу выбора и свободу принятия решений. В таком случае люди не будут убегать в Москву, а наоборот оставаться дома и приносить максимально эффективный вклад в развитие общества и своего города. Так что же делать? Переезжать или нет? Здесь все полностью субъективно. Сможешь ли ты смириться с тем, что не сможешь в любой момент встретиться с родными тебе людьми? Получится ли тебе почувствовать себя комфортно в большом городе? Если да, и тебя привлекают новые возможности самореализации, то почему бы и не попробовать? Если же нет, то это не повод чувствовать себя апатичным человеком, неспособным бросить себе вызов и строить новую жизнь в другом городе. Для некоторых плюсы других городов просто не прикрывают дискомфорт от проживания не в своем городе. Ответ на вопрос, стоит ли переезжать, всегда зависит от конкретного человека и тут нет единого правильного ответа. Если ты живешь не в своем родном городе, будь счастлив, что у тебя есть родной город, куда ты можешь приехать и отдохнуть душой. И что в то же время у тебя есть место, где ты можешь чувствовать себя комфортно и раскрывать свой потенциал. Если же ты никуда не уезжал, то будь счастлив, что все твои друзья и родные всегда рядом. И у тебя есть возможность в любой момент посетить родные тебе места. Это всегда радостно, когда человек находит себя в своем родном городе и гармонично живет в нем, несмотря ни на что. Да и в целом, на самом деле, все это не важно. Не важно, где ты живешь. Главное, это быть окруженным людьми, с которыми тебе хочется жить и полноценно наслаждаться этой жизнью. Это все, что остается после меня. Это все, что возьму я с собой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok